МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. Новые мазы на службу МЧС. Новогодний подарок получили спасатели Грудничины. Новогодние поиски лучшей жизни не увенчались успехом. 15 нелегалов задержали пограничники. Отметили новогоднюю ночь с последствиями. В первый день января в городе произошел пожар. От пиротехнических изделий пострадало два человека. Грудненская школа Олимпийского резерва подводит итоги. Лучших тренеров и спортсменов 2014 года наградили дипломами и подарками. Спасатели Грудненской области получили подарки на Новый год. Новыми автомобилями повышенной проходимости и вместительности пополнились автопарки Лицкого, Ашмянского, Новогрудского, Островецкого, Вороновского и Зельвинского МЧС. Семь мазов под управлением Дедов Морозов отправились к местам несения службы. За их отправлением следила Алла Внучко. Автомобильный парк спасателей Грудненщины пополнился долгожданной техникой. Семь автоцистерн под управлением Дедов Морозов отправились в Лицкий, Ашмянский, Новогрудский, Островецкий, Вороновский и Зельвинский районы. Очень приятно осуществлять себя в роли Деда Мороза. Эта техника будет служить для спасателей и для спасения населения. Пожарные автомобили повышенной проходимости и вместимостью 10 тонн укомплектованы осветительными мачтами, генераторами, радиостанциями, аварийно-спасательным и другим необходимым оборудованием. Таких автоцистерн во всей Грудненской области всего было пять. Новые пожарные автомобили приобретены за средства республиканского бюджета. Каждая из них стоит около 2 миллиардов белорусских рублей. Специальная техника – огромная поддержка укоротителям огня. Теперь по тревожному сигналу пожарные обещают доехать быстрее, а операции по спасению людей проводить еще более качественно. Сегодня, накануне такого хорошего светлого праздника, Нового года, мы делаем подарки нашим подразделениям в качестве семи новых автоцистерн. Емкость, вместимость емкости 10 тонн воды. Эта техника оборудована всем необходимым аварийно-спасательным инструментом, пожаротехническим вооружением, необходимым для выполнения поставленных задач. В 2014 году подразделения службы 101 Гродненской области активно оснащались техникой и оборудованием. Но подарок на новый 2015 год, который включил в себя сразу семь укомплектованных по последнему слову техники автоцистерн, сотрудники МЧС считают особенно значимым и весомым. Алла Мничко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Мечта встретить Новый год в Евросоюзе закончилась изолятором временного содержания. В районе Поречья были задержаны сразу 15 нелегалов. Иностранцы передвигались на минивенах с российскими номерами, однако далеко им уехать не удалось. Сотрудники органов пограничной службы Беларуси задержали предприимчивых граждан восточных государств. На новогодние праздники на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Поречья задержана группа из 15 нелегалов, один из которых проходил специальную подготовку в силовых структурах. Информация о незаконной переправке была оперативно получена сотрудниками отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы нашей страны. Иностранцы перевозились на двух минивенах с российскими регистрационными номерами. В результате реализации оперативно-расследовательных мероприятий были задержаны 12 граждан Вьетнама, а также организатор канала «Выходец из Чечни» и два его сообщника – граждане Узбекистана и Азербайджана. Последние случаи задержания по незаконной миграции указывают нам на то, что преступные группы стали хорошо организованы и имеют четкое распределение ролей. В настоящее время все задержанные находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. Устанавливаются личности граждан Вьетнама, а в отношении организатора и его пособников решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В прошлом году в нашей стране общее количество задержанных за нелегальное пересечение границы составило 136 человек, из которых 91 – гражданин Вьетнама. Наталья Иваченко, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Встретили праздник с огоньком и фейерверками. Однако не всем гродненцам было весело от такого праздника. В новогоднюю ночь при пожаре спасателям пришлось эвакуировать из подъезда 7 человек, а два любителя пиротехники обратились за медицинской помощью. Во всех случаях злую шутку сыграла обычная неосторожность людей. Подробности у Юлии Косила. Новогодние праздники закончились, однако некоторые его последствия стали хуже головной боли. И хоть в целом обстановка в Гродно была спокойная, без происшествий все-таки не обошлось. Так уже в первый час нового года в службу МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Подольной. В самый разгар праздника загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. К счастью, обошлось без жертв. В ходе проведения проверки было установлено, что хозяин квартиры злоупотреблял спиртными напитками. Предполагается, что именно его поведение в состоянии алкогольного опьянения могло послужить причиной возгорания. Первый день был отмечен пожаром. Пожар по причине неосторожного обращения граждан в состоянии алкогольного опьянения. Это основное количество пожаров у нас в прошлом году по этой причине происходило. И в этом году год начался именно с этой причины. Так поступило нам сообщение по адресу улица Подольная, 58. По прибытию было установлено сильное задымление, было эвакуировано 7 человек, из них трое детей. Не обошлось в новогоднюю ночь и без травм от пиротехники. Сотрудники МЧС перед праздниками не уставали напоминать гродницам о правилах безопасности при обращении с фейерверками. Тем не менее, яркое шоу оказалось важнее собственного здоровья. В Беларуси уже в первый день Нового года 12 человек получили травмы от пиротехнических изделий. Два случая произошли в Гродно. В обоих случаях пострадали дети. Это 16-летний парень, который в районе Ольги Соломовой полвторого ночи получил ожоги правой руки. А также мальчик в районе улицы Победы, пятилетний, воспитанник детского сада номер 89, который получил ожоги химические правого глаза. Находятся они на сегодня на амбулаторном лечении. Спасатели не исключают, что количество пострадавших может увеличиться, ведь пиротехнические запасы у горожан еще не иссякли. МЧС напоминает, что нужно четко соблюдать все инструкции и ни в коем случае не разрешать использовать петарды и фейерверки детям. Ведь праздничное настроение не стоит даже одной детской слезинки. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Вчерашняя непогода причинила ущерб автомобилю. Около полуночи гродненским спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи. По улице Карбышева дерево упало на автомобиль. Выяснилось, что приехав в гости, мужчина припарковал «Фольксвагеномарок» 2011 года выпуска во дворе жилого дома. К счастью, в момент падения дерева в транспортном средстве никого не было. К месту вызова направились бойцы первой аварийно-спасательной части на автомобиле. Около получаса при помощи бензопилы и веревок спасатели работали на месте происшествия. Упавшее дерево повредило капот, крышу, лобовое стекло и переднюю панель «Фольксвагена». Первая в новом году серьезная авария в Гродно произошла вчера на перекрестке улиц Белуша и Клецкого. Около 6 часов вечера 27-летний водитель «Форда», двигаясь со стороны улицы Лицкая в направлении автодороги Минск-Гродно, на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора проявил невнимательность и не уступил дорогу встречной шкоде. Виновник ДТП не пострадал, а другого водителя скорая увезла в реанимацию. И к другим темам. В Гродницкой области в новогоднюю ночь на свет появилось 13 малышей. Больше всего – 11 новорожденных в областном клиническом перинатальном центре. В первую минуту наступившего 2015 года счастье постучалось в семью Константиновых. У пары из Гродно родились двойняшки – мальчик и девочка. Это первые и очень долгожданные дети в семье. Гродницкая детская юношеская школа Олимпийского резерва номер 3. Кузница чемпионов для страны. В ушедшем году выходцы этого учебного заведения положили в белорусскую копилку 9 медалей различной пробы. А имена юных победителей – на слуху у всего города. Спортсменов и тренеров чествовали на ежегодном подведении спортивных итогов. Вероника Цыганок пообщалась со звездами гродненского спорта. Всегда приятно получать награды за свои труды. А особенно в конце года, когда подводишь черту проделанной работе. Доброй традицией в Гродницкой детско-юношеской школе Олимпийского резерва номер 3 стало награждение победителей кубками, премиями и подарками. В 2014 году благодаря ученикам школы в спортивную копилку Беларуси положено еще 9 медалей. Этим мероприятием стараемся больше стимулировать и создавать более комфортную мотивацию для дальнейшего развития этих видов спорта, для популяризации и, так сказать, для того, чтобы наши результаты приумножались и радовали нас и горожан нашими достижениями. Уже третий год подряд школа проводит смотр-конкурс «Лучший спортсмен – лучший тренер года». Победы и достижения в художественной и спортивной гимнастике в прыжках на батуте приносят каждому спортсмену и тренеру очки. В результате те, кто набрал их наибольшее количество, становятся победителями. Лучшим тренером 2014 года стала Ирина Барановская, старший преподаватель отделения прыжков на батуте. Благодаря мастерству и индивидуальному подходу тренеров к каждому ученику спортсмены достигают высот европейского и международного уровня. Я собираюсь связать свою жизнь со взрослым спортом. У меня план попасть на взрослые Олимпийские игры с моим тренером главным Барановской Ириной Робертоной. Но я думаю, мы с ней приложим еще больше усилий, чтобы точно попасть на взрослые Олимпийские игры. В 2014 году школе есть чем гордиться. Ангелина Хотян завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по возрастным группам в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте. Анастасия Рыбакова и Артем Жук выполнили норматив мастеров спорта международного класса. По итогам конкурса они стали лауреатами стипендий президентского спортивного клуба. По словам ребят, уверенность в себе и постоянные тренировки – вот залог успеха и победы. Тяжело в учении, легко в бою. Это всегда так было и так будет. Все-таки, когда выступаешь, тогда легче, чем на тренировках. Конечно, к этому идешь с таким большим трудом, а потом уже выходишь и выступаешь в свое удовольствие. В Гродненской школе Олимпийского резерва номер 3 учится много перспективных и способных ребят. В наступившем 2015 году их ждут новые победы и достижения. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. И далее о спорте. В Минске стартовал 11-й рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь. Команда президента во дворце спорта в своем стартовом матче предварительной группы «А» победила хоккеистов Словакии со счетом 5-1. Хотя гости первыми забросили шайбу. В первом поединке этого предварительного квартета команда Швейцарии сыграла в ничью с депутантом соревнований командой Объединенных Арабских Эмиратов 6-6. Сегодня на льду дворца спорта уже завершился один матч. Словаки разгромили швейцарцев 8-2. А в эти минуты команда президента Беларуси встречается с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. На льду чужовка арены соревнуются команды предварительной группы «Б». В первом матче хоккеисты Латвии и Германии разошлись миром 5-5. Во втором поединке российские хоккеисты обыграли команду Финляндии. В прежние годы победителем рождественского международного турнира 8 раз становилась команда президента Беларуси. Дважды успех праздновала российская дружина в 2007 и 2011 годах, одолевшая в финале белорусов. Гродненский «Неман» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею молодечно встречался с нынешней командой своего бывшего тренера Дмитрия Кравченко – «Динамо». Матч получился зрелищным и обильным на голы. Уже к 23-й минуте хозяева площадки ввели со счетом 2-0. Но не прошло и пяти минут, как гости выровняли положение, а к концу второго периода и вовсе выигрывали – 4-2. Однако «Динамовцы» в третьей 20-й минутке сумели перевести игру в овертайм – 4-4. В дополнительное время успех сопутствовал подопечный Дмитрий Кравченко, решающую шайбу на 65-й минуте забросил феоктистов. На международном турнире имени первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, завершается групповой этап. На сегодня запланированы шесть матчей, после чего определятся участники борьбы за главный приз соревнований. Но уже ясно, что в их числе будет сборная Беларуси под руководством Алексея Вергеенко. Наша команда сначала обыграла латвийских сверстников 2-1, а затем юниоров из Эстонии 2-0. Кстати, в первом матче лучшим игроком был признан Алексей Бутаревич из Грудненского Немана. Кроме него, в сборной Беларуси выступают еще два футболиста из Немана – Егор Хвалько и Александр Будько. В среду наши ребята сыграют с командой Словении, ставшей победителем в группе «С». На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok